Итак, дрель Макита. Её номер HP 2070F. Вот, заказал я её в сентябре. Приехала она там недели полторы-две с одного из самых известных сайтов по России. Ну, не буду её рекламировать. Неважно. Вот. По доставке никаких проблем не было. Приехала, забрал всё. Вроде как поверхность нормально. Всё отлично. Сама дрель, конечно, Мадоинкорпорация Japan, что значит Япония. На наклейке тоже какой-то Japan написано. АО Макита Финляндия. На самом деле она сделана в Китае. Вот. Ну, сейчас много что делается в Китае. Дрель на 20 мм, 3,25 дюйма, с некоторыми функциями. Приехала вот в такой коробочке. С фонариком. Решил 300 рублей сверху заплатить за фонарик. Вот коробочка такая хорошая. Нравятся мне их коробочки. Внутри была сама дрель, ручка, ключ, упор, или уровень, как он там называется. Ну и, соответственно, инструкция и гарантия. Сразу расскажу, какие проблемы у меня возникли с дрелью. При первом же включении она вообще не нажималась на кнопку. Вот. Что было, это я уже потом в следующем видео расскажу. Разберу её и расскажу, что там было. А было вот что. Реверс стоял по середине. И ни в одну, ни в другую сторону он не перескакивал. При разборке я увидел, там такой стопор стоит. Он был выскочен. Сейчас, на данный момент, я его поставил по часовой стрелке он крутится. Против часовой я не могу перебить, потому что при передвигании вот этого специального, как он там называется, бегунка, он просто западает и выскакивает. Вот. По гарантии я не обращался, потому что живу сейчас в глубинке. Ближайший сервис за 200 с лишним километров. А дрель буквально была нужна в день уже, когда приехала. Покупал я её вообще, ну, чтобы сделать ремонт в двухкомнатной квартире. Выбирал из много различных дверей в той дрели, в том числе и нашего российского производства. Ну, как-то на Макиту больше клюнул, думал, нормальная дрель. Как бы с известным именем и пользовался, и это уже нормальная была. Вот. Ну, получилось так, что приехала она неравненно, рабочая. Вот. Ну, в принципе, я расскажу, как я её починил потом, не до конца, правда. Всё остальное работало, скорости как бы переключались, кнопка фиксирует, всё как бы нормально, патрон сидит, всё отлично. Через месяц работы я заметил, что у меня вот здесь вот вылезло резиновое кольцо. Соответственно, мне пришлось её разбирать, подбирать кольцо меньшего диаметра, потому что это почему-то постоянно вылазило. Я её раза три, наверное, разбирал, в конечном итоге плюнул и пошёл, подобрал себе другое кольцо. Поставил его на место. Вот, на данный момент оно нормально работает. Это вторая проблема, которая возникла в процессе эксплуатации. Третья проблема, это вот лежит ключ. Сейчас я его перенесу на более светлое место. Вот это вот ключ, который шёл с макитой. Я не знаю, тут хорошо будет, видно, не будет, но он весь зализан. То есть, получается так, что где-то примерно точно так же через месяц я просто уже не смог его крутить, потому что соскакивало. Вот, макитовский ключ. Сделано в Китае. В ближайшем магазине хостовары я купил за, ну, чтобы не соврать, 52 или 54 рубля вот такой вот ключик. И пользуюсь им уже. Эта дрель я получил в конце сентября. В принципе, по месяцам я одинаково с ней пользуюсь. сейчас начало июля. Агуст, сентябрь. Ну, грубо говоря, 9 месяцев. Из 9 месяцев я один месяц пользовался макитовским ключом, дорогим, наверное. И 8 месяцев я пользуюсь дешёвым советским ключом. Вот. Ну, в принципе, вот это вот три такие проблемы, которые, ну, меня просто напрягли. Дальше, при выборе макиты я буду более как бы осторожный. Ну, скажем так, что патрон не могу сказать, что он плохой. Наверное, нормальный выдержал. Я ему бетон мешал, и стены сверлил, и дерево, и, ну, много каких работ делал, когда, ну, нормально. Появился только небольшой люфт. Сейчас на данный момент точное отверстие просверлить я не могу, потому что оно люфтит. Ну, с другой стороны, скажем так, что я перемешал порядка, сколько я покупал, ну, около 70, наверное, мешков по 25 килограмм. Вот. Раствора. Ну, там раствор и, наверное, ещё мешка 10, мешков 10 гипсов. Вот это вот 80 мешков, 25, плюс 30 килограмм, но это примерно, конечно, 2,5 тонны я перемешал. По-моему, так получается. Поэтому ничего плохого не буду говорить. Мешал я большой мешалкой, длинной, с вибрацией. Вполне возможно, что она чуть-чуть и убила. Что тут, подшипник или втулка, я точно не помню. Вот. По всему остальному как бы у меня претензий нет. Сама дрель средней тяжести держится в руках хорошо. Подсветка работает нормально, светит примерно точно. Вот. Отсюда вот фонарик идёт. Вот. Переключение скоростей нормальное. Правда, не особо я добился на самые низкие обороты, но пойдёт. В принципе, пойдёт. Как перфоратор работает хорошо, как дрель работает хорошо. Ну вот, я же говорю, три проблемки, которые меня напрягли. Первая это реверс, который до сих пор я не смог сделать. Сейчас буду в следующем видео разбирать, попробую всё-таки каким-то образом исключить эту проблему, чтобы у меня работало и по часовой стрелке, и против часовой стрелки. Это вторая проблема. Кольцо резиновое под кнопкой регулировки, которое почему-то оказалось больше, чем оно должно быть по диаметру, и пришлось поставить своё. И третья проблема это ключ. Но ключ в мелочи. Колечко там стоило ничего оно не стоило у меня лежит, но в принципе если его покупать, оно там 2-3 рубля максимум стоит. ключ стоил там 54, но с реверсом проблема. В принципе вот такие вот у меня отзывы об этой дрели. По работе конечно нормально всё исключительно. Работал я в российском производстве, ну хуже, намного хуже. Вот такие проблемы. Ладно, в следующем видео я разберу её и покажу что там внутри. Редактор субтитров субтитров